физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель не знаю как там таня она пока не отвечает мне не на звонки и на sms ки может устала может еще какие-то причины ну таня с димой действительно немножко специфические люди это не значит что они плохие или хорошие все мы разные у всех у нас свои заскоки у меня свои у кого другие скорее всего кто бы что не говорил таня наверно тоже переживает что ее ценили не по достоинству мое мнение тоже точно такое я к сожалению день первый видел только в записи но весь второй день я просматривал был живую что хочу сказать мое понятие в бикини совершенно совершенно разорвано и я вижу что федерация биби к сожалению совершает огромные ошибки бикини изначально как задумывалась сама идея как она была создана полностью полностью потеряла свою концепцию и к сожалению движется не в том направлении движется в сторону излишней мускулистости и что особо печально чрезмерной рельефности сухости это не то что все мы хотим видеть вот бикини само название бикини это все таки не билдерские категории нужно понимать что бикини задумывалась как красота спортивной женской фигуры причем друзья именно спортивной не обязательно девушки тренирующиеся даже в тренажерном зале естественно не должно быть жира но и извините меня когда мышцы мышечный волокна секутся на бицепсы бедра живот четкие 8 прорисованных кубиков это не есть правильно я не знаю как что где предсказуемо непредсказуемо но откровенно скажу что девочки которые выходили с татьяной на одну сцену по моим критериям бикини совершенно не подходят и кто бы что не говорил все таки бикини это конкурс красоты и федерации задумывался как привлечение многих девушек к тренировкам тренажерном зале показать насколько это полезно красиво эстетично я вам скажу что даже при той форме которой мы сделали то не а форма у нее прекрасная поверьте даже то что вы видите на фотках и видео не передает настоящий формы настоящего реального вида когда вы видите это в живую и даже в одежде когда вот мы проводили станет тренировки это совершенно другое ощущение восприятия нежели когда таня в купальнике серьезно нас позин кроме мы проводили на тренировки по позированию я приглашал для тани джанет приглашал для тани шинди да еще отвечу на все ваши вопросы относительно все я делал для татьяны абсолютно бесплатно я не брал с нее ни копейки и считаю что сделал ей отличную форму конечно большая заслуга ее самой скажу вам что таня настоящая машина она целиком и полностью сосредоточилась на подготовке и ей было тяжело ей было не очень комфортно потому что я видел что это не очень то что хочет видеть ее муж не потому что это ревность или что-то еще нет здесь совершенно другие как бы правила понятия дима стане конкретно заточены на определенные цели они знают как достигать целей в этом плане они молодцы можно сказать что они игнорируют людей нет у них друзей но они сами к этому стремятся по той простой причине что не верят в дружбу я сейчас не говорю никого не критикую только то что говорят они сами но у них стоит поучиться тому как они умеют как они умеют жить именно внутри своего института семьи как они относятся друг другу доверяют этому я считаю многим стоит у них поучиться в этом плане они конечно молодцы после соревнований повторяю я не видел еще таню я и звонил писала на мне не ответила может быть есть какие-то причины этому я пока не знаю не было пока не благодарности не в мою сторону не в сторону джанет шенди повторяю и я и все мать самая команда работали статья на абсолютно бесплатно в зале они с димой у нас тренируются абсолютно бесплатно поэтому упрекать меня в какой-то корыстности ну нет смысла естественно я хотел тоже чтобы мои ученики и зрители увидели насколько можно изменить любого человека даже такого человека как татьяна потому что она была уже в хорошей форме в прекрасной но мы сделали из нее вообще просто конфетку все кто ее видит удивляются поражаются до форма для современных критериев бикини к сожалению не подходит но это не значит что таня плохой форме на мой взгляд повторяюсь бикини движется не туда и остановить это уже невозможно особенно если девочки идут на поводу и засушиваются как в облак повторяю на мой взгляд бикини это то что должно привлекать девушек тренажерные залы в спортзал и вообще в принципе к занятиям с отягощениями неважно где это происходит как это происходит даже если это происходит дома либо еще где-то но к сожалению федерация снова наступает на одни и те же грабли все об этом говорят все это видят но никто ничего не делает это конечно же очень и очень печально мне не сколько не стыдно за ту работу которую я провел с татьяной я думаю она и сама довольно своей формой единственное что хочу сказать что не рекомендую все-таки девчонкам готовится к современным бикини если вы хотите действительно добиваться серьезных каких-то супер результатов не стоит этого делать почему потому что современные критерии в плане рельефности вашего тела крайне негативно скажутся на вашем здоровье вы сто процентов потеряете цикл а если не будете доходить до необходимой сухости то просто будет у вас даже сбой в вашем менструальном цикле это конечно не так страшно как и его потеря да и потеря восстанавливается но смысл в том что насколько все это вам нужно насколько вы всего этого хотите я честно говоря не знаю о чем сейчас говорит татьяна думаю что она наверное говорит о том что это не ее и я с ней в принципе согласен но не в том плане что это не и и потому что она не может добиться цели нет а именно нужно правильно понимать ее слова это не ее в том смысле что это не стоит того чтобы гробить свое здоровье к сожалению современная бикини превратилась в русский шоу-бизнес и то что происходит в русском шоу-бизнесе думаю никому объяснять не нужно да и даже зачастую в конкурсы красоты а вы все прекрасно знаете я думаю ни для кого не секрет что в конкурсах красоты призовые места особенно на серьезном уровне занимают только через постель через определенные условия об этом сразу с девочками оговаривается если вам кто-то что-то чешет другое то он вас просто обманывает пишите конечно в комментариях а что вы думаете по поводу современного бикини вообще современного бодибилдинга нравится ли вам те тенденции которые сейчас в мировом рейтинге куда все движется друзья не знаю если есть какие то вопросы по поводу у меня по отношению к татьяне где мне ничего не изменилось я как относился к ним положительно хорошо так и отношусь повторяю я все делал бесплатно для них но татьяна пока не отвечает не на звонки и на смс ки хотите узнать вот говорят что она сейчас прямом эфире пишите ей задавайте вопросы что она вам скажет я не знаю возможно да кому-то может показаться что таня неблагодарна ну она мне ни разу лично не сказала спасибо и не джанет не шэнди хотя я не буду говорить сколько стоят уроки позирования сколько все это стоило бы ей если бы она действительно подготавливалась покупая тренировки у профессиональных тренеров так что говорю вот все как есть открыто если таня вам не отвечает я вам говорю что я ей звонил вчера писал она мне не ответила ни на звонок ни на смс не перезвонила сегодня и не ответила на смс ку возможно устала возможно есть сейчас не до меня и не до кого но тем не менее находит она в себе силы выйти прямой эфир до общаться с вами не знаю друзья ну между нами не было никакого конфликта почему-то многие пишут что случилось какие там у вас что-то терки нет у нас никаких терок все у нас было прекрасно мое видение и мое стремление почему я хотел заниматься именно с татьяной подготовить ее потому что я вижу видел в ней потенциал и когда она сюда только прилетела мы сразу практически где-то встретились и с ней с ее мужем я им предлагал чтобы я ее подготовил но не знаю дима скорее всего как всегда видел в этом какие-то корыстные цели что я чего-то хочу но потом тем не менее в процессе общения мы очень хорошо общались для если сравнивать как они общаются вообще в принципе с другими людьми все было в принципе прекрасно повторяю что таня это супер машина по достижению целей которые она перед собой ставит она идеально тренировалась несмотря на то что до этого тренировалась только дома да не тренажерный зал не ходила но самая ее большая заслуга в том что она идеально выдерживает все рекомендации в питании и даже больше мне нужно было с помощью татьяны показать вам что все принципы которые я вам говорю учу пытаюсь донести до вас это рабочие принципы что не нужно кардио чтобы сушиться чтобы избавляться от жира что нужно есть быстрые углеводы сразу после тренировки исключать их в любое другое время ну и в принципе что я буду перечислять когда вы все сами прекрасно знаете о чем я говорю в своих статьях видеороликах ну друзья на самом деле если говорить о том что я обещал ей спонсоров я предоставил ей спонсоров она подписала контракт на 2000 долларов со спонсором с производителем спортивного питания и с дистрибьютором практически всех крутых брендов контракт был на 2000 долларов почему она и почему контракт был расторгнут это уже задавайте вопросы ей потому что я естественно не лес кто как дальше все происходило насчет того насколько это серьезный конкурс вы можете просто набрать в интернете и европа games орландо и посмотреть это конечно соревнования рейтингом намного ниже олимпии арнольд классики нью-йорк про нью-йорк про это кстати бывший ночь чемпионов но должен вам сказать что это очень серьезные соревнования участниц было очень много они были просто разбиты на категории каждая девочка пришедшая многие ведь новички не знают какую категорию они попадают и все это настолько идет я смотрел на сцену не скажу вам откровенно таня с точки зрения эстетики женственности смотрелось гораздо лучше несмотря на то что она первый раз вышла на сцену именно в моем понимании бикини таня была лучше всех кто представлял эту категорию даже среди не новичков что касается жанны я не раз уже говорил жанна молодец она тренируется все но у нее проблемы с диетой поэтому естественно мы ее даже и не выпускали на сцену да действительно были супер просушенные девочки но повторяю я считаю что это не есть хорошо не в плане здоровья не в плане пропаганды популяризации здоровый образ жизни тренировок в принципе того всего для чего задумывалась сама категория бикини разве вы не согласны со мной что сейчас бикини движется не туда и все набрало обороты остановить это уже невозможно то что таня вышла на сцену на такой серьезный турнир уже говорит о многом будет она выступать дальше не будет я думаю что она все-таки не будет больше выступать это не имеет значения ведь большинство из нас с вами никогда не решится на такой шаг серьезный насчет спонсора почему он с ней расторг контракт я не в курсе друзья серьезно я нашел ей спонсора практически сразу познакомил их они заключили контракт но работать не продолжили и контракт был расторгнут не знаю почему друзья я не буду говорить кто что кому обещал но вы видите что форма татьяны конкретно изменилась что она стала гораздо лучше той форме которой она была то хотя и до этого она была в очень хорошей форме конечно я сто процентов согласен что не бывает плохих учеников бывают только плохие тренера ну насколько хорошо я поработал статьяна или плохо судить вам если говорить о том что если говорить о том что она не заняла никакого призового места но мы с ней изначально и не планировали сушиться и превращать ее в облу мы это все оговаривали я был на соревнованиях и поддерживал ее единственное я не успел на первый день там по техническим причинам от меня независящим но второй день я был целиком и полностью снимал видео покажу вам кто вам сказал что я не был на соревнованиях повторяю я был на соревнованиях поддерживаю единственное не успел на первый день приехать вовремя так что вот такие дела если у кого-то есть какие-то обиды то это личное дело и как говорится право каждого так что друзья я со своей стороны не вижу никаких косяков все что обещал все сделал было дано то не все это бесплатно абсолютно она получала тренировки от меня тренировалась в лучшем зале не только орландо ее учили позировать с полного нуля мои друзья моя команда тоже только потому что я их просил и совершенно бесплатно так что не делайте скоропостижных выводов ну и вообще в принципе какая разница как где что самое главное что таня выступила форма у нее прекрасная как она будет жить дальше будет ли она выступать будет ли она тренироваться я думаю что тренироваться она по-любому будет потому что она почувствовала насколько это здорово насколько меняется тело как лучше ты себя чувствуешь насколько качественнее становится твоя жизнь и хочу сказать что действительно вот многие пишут что таня там не приверженцы своего дела что ей нужны только деньги друзья нельзя так говорить ведь большинство из нас всегда к чему-то стремится большинство из нас ходит на работу зарабатывать деньги таня с димой молодцы они нашли себя в сфере фитнеса и вы видите что сейчас не нужно быть даже выступающим атлетом спортсменом чтобы зарабатывать хорошие деньги ведь главное чтобы нравилось вам то что вы смотрите то чему вас учит тот или иной блогер и вы своими лайками дизлайками просмотрами подпиской показываете это на мой взгляд таня ведет отличный блок по крайней мере она мотивирует огромное количество девушек начать заниматься за что лично я ей искренне благодарен потому что спортивная девушка спортивная жена это просто прекрасно и нет ничего лучше когда в семье оба занимаются поддерживают друг друга поймите что таня с димой в плане института семьи они пример для большинства из нас на повторяюсь на насколько они поддерживают друг друга доверяют друг другу живут в унисон друг с другом понимаете это такой мир только их двоих это просто шикарно прекрасно я не знаю друзья кто что говорил там плохого или хорошего мы с ней не ссорились повторяю и я думаю скорее всего что таня просто сейчас очень уставшая вы не представляете насколько психологически это все изматывает насколько изматывает вашу центральную нервную систему эндокринную нервную систему если вы думаете что это проходит бесследно даже такая пусть для многих и лайтовая тренировка то вы ошибаетесь просят передать привет саранску что ж саранск привет девчонки ходите тренажерный зал занимайтесь собой радуйте своих мужчин девочки если кто-то когда там говорил и говорит что нужно любить себя такой какой ты есть это правда но это не значит что нужно жрать все подряд это не оправдывает ваши килограммы это не оправдывает то что вы свисаете с табуретки с обеих сторон понимаете никогда никто не полюбит вас с большой жирной жопой если даже у вас самый прекрасный внутренний мир и меня конечно больше всего улыбают просто вымораживают люди которые обвиняют блогеров в том что они вставляют рекламу в свое видение видео либо как-то продают какие-то свои методики ну настолько нужно быть действительно дебилом ведь огромное количество информации дается бесплатно а ваше право смотреть рекламу не смотреть платите деньги тогда за просмотры чтобы блогеры не брали себе на канал рекламу ходите на работу бесплатно скажите вашим родителям что они плохие люди ведь они ходят работать за деньги ну перестаньте уже тупить и самые конечно преданные поклонники это хейтеры есть у меня один новый хейтер тролль он себя правда таким не считает борцом считает себя за справедливость за то что мой канал несет ересь не несет никакой пользы пытается оскорбить меня тем что мой канал скоро упадет до уровня спасок уходского хотя я не знаю чем юра не угодил каждый имеет право пропагандировать то что хочет конечно шикарно если человек пропагандирует то что практикует правильно нелепо когда человек практикует одно пропагандирует другое это уже похоже на какую-то проституцию но друзья не стоит никого осуждать и вы знаете у меня есть рубрика открытый микрофон снимайте видео согласны с чем-то не согласны естественно только без оскорблений в мой адрес или в адрес моих подписчиков и я вам гарантирую что любое видео с любыми негативными отзывами я также выложу на канал кому интересно пишите мне в личку я скину свою почту присылайте мне видео запишите ролик где вы обоснованно расскажете почему вы не согласны с тем что нельзя не нужно питаться рассматривая свое питание через призму инсулина почему вы считаете что те упражнения это гимнастика которую я показываю которая помогла уже ни одной тысячи людей не работает вредна кстати я готовлю скоро очередное видео на эту тему и хочу показать с научной точки зрения почему даже доктора глупы когда говорят что нельзя делать экстензии гиперэкстензии до большинство людей даже не понимают в чем разница между экстензии и гиперэкстензии якобы если лордоз то нельзя одно можно другое если кипо 100 совсем другие правила друзья нет я вам это покажу расскажу и конкретно объясню на своем примере на примере анатомии физиологии а уже через пару часов на моем канале выйдет видео которое я давно готовил который я сделал максимально информативно коротким где я с научной точки зрения обосную для мужчин и женщин почему нужно тренироваться в базовых упражнениях гормоновыбрасывающих упражнениях много суставных упражнениях как хотите называйте не важно название важна суть и объясняю это через призму центральной нервной системы биохимии физиологии анатомии и эндокринной системы сухожильного связочного аппарата обязательно друзья если вы доверяете мне посмотрите это видео сделайте репост и естественно как всегда лайком дизлайком проголосуйте согласны вы со мной или нет если не согласны то тогда приведите пожалуйста обоснованные доводы в комментариях почему нет я стараюсь привлекать огромное количество людей для того чтобы вам было не только интересно но и познавательно смотреть мой канал мои видео читать мои статьи вы видите я привлекаю или с американской стороны специалистов общаюсь я сейчас с людьми уровня профессиональных атлетов мой друг учитель тренер густаво бадал который два раза не так давно приходил третьим на мистер олимпия можете себе представить какого уровня знания поступают ко мне конечно от такого сорта людей больше поступает знаний именно для того как правильно принимать фармакологию как тренироваться на фармакологии но ведь мой канал смотрят не только натуралы о натуральном тренинге я рассказываю вообще отдельно и считаю смешно спрашивать о натуральном тренинге у людей которые всю жизнь сидят на курсе и копировать тренировки людей профессионалов любого профессионала не только глупо тупо но и опасно для вашего здоровья в целом это грозит вам перетренированностью жесткой угнетающей функцией многих ваших систем начиная от центральной нервной системы и эндокринной заканчивая сухожильно связочным аппаратом и мне приятно что большинство моих зрителей понимают это оценивают это количество лайков и дизлайков вы можете видеть сами на моем канале она говорит само за себя да у меня не большое количество подписчиков но при этом меня тоже обвиняют том что я накручиваю подписчиков друзья я вам гарантирую что ни одного подписчика на ютюбе я не накрутил ни одного подписчика вконтакте я не накрутил если кто-то увидит себя подписчиков у меня или в моих друзьях и посчитает что его как-то насильно туда закрутили загнали напишите об этом пусть люди увидят да мне самому интересно может кто-то за меня накручивает мне подписчиков ну нелепо это просто нелепо нужно быть дебилом потому что youtube это очень серьезная площадка которая жестко отслеживает это контролирует и нарваться что тебя когда-то поймают на этом а за это пожизненный бан вы не сможете восстановить свой канал ну может только совершенно глупый человек мне хочется думать что я все-таки не настолько глуп да у меня почему мало восемьдесят четыре тысячи это серьезная база подписчиков для такого канала как у меня не развлекательного тем более идеи которые я пропагандирую в тренинге огромному количеству людей не нравятся просто не нравятся безосновательно поэтому конечно многие считают что я накручиваю себе подписчиков да будут выпуски видео и статьи для тех кому за 50 но нужно понимать что это большая разница если вы начинаете свои тренировки только когда вам стукнуло уже за 50 или вы опытный спортсмен уже человек со стажем тренирующийся давно и так две разные вещи я не против дальше тренировать татьяну потому что мне нравится ее подход ее упертость в хорошем смысле слова она очень качественно тренируется не каждый мужчина способен такое она молодец плане концентрации она четко выполняет все поставленные задачи не спорит и результат друзья вы видите сами повторяю то что она не выиграла не заняла никакое место это не ее вина ни в коем случае скорее всего это вина моя как тренера потому что я знаю какие критерии сейчас приняты в бикини но я против этого и мы статья на это обсуждали так что у то немного комментариев что вы ее плохо тренировали ну какие есть какие-нибудь обоснованные комментарии чем я ее плохо тренировал а издавать звуки ртом которые можно издавать и папа это может каждый любой хейтер тролль так что друзья такие вот у нас сейчас пироги давайте закончим на этом пойду я немножечко попринимаю солнечные ванны хороший день сегодня понедельник у меня нет тренировки сегодня у меня хоккей в 9 45 так что я отдыхаю расслабляю мышцы растягиваюсь потихонечку чтобы не получить травмы заключение хочу сказать что берите пример статьяны с ее целеустремленности с ее отношения к жизни с ее умение достигать и ставить перед собой поставленные цели это достойно уважения не только женщин но и большинства мужчин лично я хотел бы у нее даже этому поучиться потому что многие мне уже говорят что неплохо бы мне тоже самому подсушиться сбросить пару килограмм жира и я уже об этом задумываюсь так что то друзья спасибо что смотрите меня мне всегда интересно и важно ваше мнение вы знаете я стараюсь по возможности отвечать на все ваши вопросы так что как всегда много и большинство вопросов я скорее всего пропустил сегодня прямом эфире это сложно делать поэтому если у вас есть какой-то конкретный очень важный лично для вас вопрос задавайте его мне в личку или лучше оставляйте его в комментариях на youtube канале это поможет и каналу развиваться и я его обязательно увижу а также это хорошо тем что люди которые ищут ответы на подобные вопросы увидят их и мне проще и им проще и вам хорошо всем как говорится хорошо единственное на что обращаю ваше внимание друзья это на то что на моем сайте оставляйте только пожелания рекомендации отзывы но не задавайте мне там вопросов по той простой причине что на вопросы именно на моем сайте и чем джим точка ру я не отвечаю мне это неудобно спасибо друзья как всегда не пропустите сегодняшнее видео для вас это будет завтрашняя где я с научной точки зрения обосновываю принципы силового базового тренинга всем пока будьте на позитиве пусть всегда в глазах ваших близких людей светит солнце и позитив всем пока удачи Субтитры сделал DimaTorzok